Да. Шутим, прикалываемся и вообще веселимся. Так что да. Кстати, меня зовут Александр Кончаров. Меня зовут Никита Тарасов. И кто-то, наверное, подумает, что это Just Another подкаст об IT. Но я вам скажу, у нас богатая история. Мы как шотландские виски и как старые немецкие автомобили. У нас богатая история. Мы начинали еще тогда, когда вы вообще не слышали еще про такой жанр, как подкастинг. А потом, когда вы услышали уже, мы уже перестали записывать подкасты. И сейчас мы стараемся хотя бы чуть-чуть их привести в норму, скажем так. И поэтому, да, можете посмотреть даже. Так тем более, я думаю, количество выпусков обо всем говорит. Когда ты записываешь 245 выпуск, причем нерегулярный. Да, причем не то, что 245 каждый день, просто год. А это мы уже, мне кажется, седьмой год здесь сидим. Да, кстати, у нас же в марте был день рождения канала. Семь лет ему исполнилось. Больше того, у нас даже, если вы посмотрите на других платформах, у нас даже на сезоны разделено наше подкастинге. И у нас уже шестой сезон, как у себя в сериалах. И, короче, ты уже, вы сами видишь, это затянувшаяся какая-то история непонятная, уже умирающая. Будет как в Симпсонах, на 27-й нас продлят потом в какой-то момент. Мы уже сыпаться будем. Так так и есть. Мне кажется, уже с теми новостями, где Симпсонов продлили, там, и выходит какой-нибудь, знаешь, новая матрица со старичками и новый сезон X-Files со старичками. Вот там примерно выходит, так же будет новость про то, что выходит новый сезон Evo Design. Кстати, надо будет потом как-нибудь обсудить новую матрицу со старичками. Ты по-любому что-то слышал, что-то знаешь. Потому что я знаю просто, что снимают, что делают. Или даже еще не снимают, а только обсуждают. Вот, но ты, наверное, точно больше... Я тоже не... Не, я вот... Там, по-моему, так новостей столько и есть, что что-то снимают, что-то обсуждают. Вроде как Морфеуса не будет. Че, серьезно? А че он такой? Да хрен его знает. Он че, руки обоссал что ли? Я не знаю. Я не знаю, во-первых, про его руки. Во-вторых, я не знаю, будет ли агент Смит. Наверное, не будет тоже. Но будет Нио. Да на агента Смита как минимум насрать. Я думал, ты скажешь, да на Нио на этого насрать. Так, «Матрица-4». Предстоящий американский научно-фантастический боевик является четвертым в серии «Матрица». В отличие от трех предыдущих фильмов, каждый из которых был срежиссирован и написан дуэтом Вачовски и спродюсирован Джоэлем Сильвером, четвертая лента создана без участия Лили Вачовски и Сильвера. Режиссером в одни ночку выступила Лана Вачовски, которая написала сценарий с авторством Александра Химоном и Дэвидом Митчеллом. Не знаю, кто это. Спродюсирован на семейство с Грантом... Ты про Овачовский, в смысле, не знаешь. Да. Киану Ривз, Кэрри Анмос, Джада... Ну, короче, да, действительно нету Лоренса Фишберна. Но зато не оба будет. Джада, Пинкетт, Смит. И Мировинген будет, Паймбер Рильсон. Ясно, ладно, хоть Мировинген будет. Да, да, и не будет, как его зовут-то, Хью Лори, Хью Грант. Хью Гранта не будет? Как зовут, кто агента Смита играл? Я понял, Элронда, короче, не будет. Ну, как его, ты должен же знать. Если ты не знаешь, то кто. Ну, какой-то Хью. Хью какой-то, Пью, да, что-то типа Хью Лори, действительно. Ну, это не то. Его тоже нет, короче, да. Будет какой-то агент Джонсон, Дэниел Бернхард. Джонсон, Джонсон. А, тут появится молодой Морфеус. Но официальных подтверждений этому нет. Даже тут не знают ничего. Мы не знаем, и они не знают сами еще. А, потому что создатели фильма не раскрывают детали. Я вам напомню, что Морфеус вообще выступает как пророк, мессия, вот, в первых трех матрицах. И поэтому, соответственно, видимо, в четвертый это какое-то новое возрождение, нового пророка. Я думаю, это какие-то там тоже будут отсылки, метафоры и так далее, и так далее, какие-то религиозные мотивы, может быть. Поэтому интересно, что сделают с этими стариками, которые уже на пенсии. Хотя Геану Ривз не изменился абсолютно, я думаю, только помолодел. И поэтому, что ему? Перенесли на 1 апрель 22 года из-за пандемии. Должен был быть еще 21 мая, в день рождения моей дочери, 21 года, вот через там месяц. А перенесли через год на 1 апрель 22. Ну, специально на 1 апреля переносится, чтобы поржать. Чтобы никто не сказал, а мы, это шутка была, сейчас другое выкатим. Да-да-да. И через два года только другое. Ладно, это у нас такая псевдо-темка получилась внезапная. А к чему ты это начал? Что четвертая матрица? Вот мы, наш подкаст, он как четвертая матрица. У нас тут кто-то уже руки обоссал, а мы все продолжаем. Как бы, вот. Да, уж. Давай пойдем к первой теме. Пойдем, как тебе? Пойдем. Первая тема... Я не помню уже, чья она? А, моя, моя. Да ты не переживай, ты пока отдыхаешь. Первая тема, Zoom запретил пользоваться сервисом властям России и госкомпании. То есть, Zoom, о котором мы знаем, в котором конференции устраиваются, видео, которые сейчас повсеместно используются везде вообще, во всех удаленных работах, IT и не только. Оказывается, оказывается, теперь его немножко под санкцией, как будто... Я сначала читал, я думал, у нас запрещают. Типа, все, Zoom это... Какое-то что-то такое. А нет, это сами Zoom-ичи запрещают нам. Но конкретно не нам с тобой. Хотя, если вдруг мы с тобой уже госкомпания, как ты считаешь, нет? Мы не похожи на госструктуру СНГ. Но теперь мы не будем об этом открыто говорить. Мы не будем. Чтобы нам Zoom не запретили. Конечно, да. Вот, короче, конкретно госструктурам запрещено пользоваться Zoom-ом. Ну, точнее, там как? Там конкретно они не выдают сертификат, короче, на продажу лицензий. Короче, то есть, именно если лицензировано покупаешь, если ты, допустим, где-нибудь, хрен его знает, даже где, в МВД сидишь... Я же подавился на слове лицензировано. Покупаешь. Так, вот, короче, в МВД сидишь и покупаешь, ну, платную комнату в Zoom-е, да? Причем, я даже не знаю, чтобы пытать кого-то в этой комнате, да, по Zoom-у. Так. Вот. То, короче, то. Ты, значит, не можешь. Теперь не можешь. Теперь надо, как бы... Теперь надо обходить. Либо, знаешь, кто-то обходит, но говорят, что обходы это тоже такое. То есть, вроде как импортозамещение будет по полной. Теперь у нас, может быть, сейчас есть какой-нибудь не Zoom, а какой-нибудь... А здесь написано несколько аналогов. Российский TrueConf, Телемост от Яндекса, Сбер Митап от Сбера или Сфером от Минпросвещения. Вот мне нравится Сфером название. Нужно что-то такое более русское, знаешь, как Тополь. Только нужно что-то вот связанное с конференциями. Как бы мы могли назвать это? Вече. Да, согласен. Вече очень неплохо даже. Очень даже как-то и утверждающе. Скрепно. Да, да. Ну вот, в общем, короче, посмотрим, во что это превратится. Все эти санкционные противостояния. Ты вообще как видишь развитие всей ситуации? Сразу несколько комментариев. Первый, меня бесит Zoom. Я только на нескольких проектах его использовал и не люблю я его. Хотя, в общем и в целом, в нем больше плюсов, чем в Скайпе. Там можно руки поднимать. Там можно мьютить людей. Можно там демонстрировать экраны. Ну, хотя экраны-то и в Скайпе можно демонстрировать. Там можно демонстрировать экраны и рисовать на этом экране другому человеку. Да, то есть там больше, конечно, всяких штучек, дрючек. Дрючек. Вот. Но он менее стабильно работал у нас. И там каждый раз надо было заходить, там какие-то пароли. Короче, я понимаю, что можно было зарегаться и там не менять. Просто одну и ту же конфу каждый раз открывать. Но у нас то ли в целях безопасности или в целях чего каждый раз разную делали. Каждый раз я терял ссылку. Короче, у меня плохие с ним ассоциации. Да, немножко у них из-за того, что их когда начали сильно взламывать, они переборщили там с секьюрностью. И да, постоянно надо вводить пароли, которые, естественно, 1, 2, 3, 4 везде. То есть там все комнаты запаролены, но, конечно же, они 1, 2, 3, 4 и все нормально. Ну вот. Но TrueConf я пользовался, когда мы в поликлинике еще работали. Мы налаживали там TrueConf именно конференции. Там тоже достаточно все неплохо сделано. Но из-за того, что хостилось это все в Минздраве, и, видимо, на каком-то, я не знаю, Pentium G, так, очень сильно все лагало, все плохо было. Именно из-за того, что хост хреновый. Знаешь, как в компьютерных клубах создавал тот, у кого компьютер помощнее хостом был? Ну, конечно. Вот, видимо, в Минздраве об этом не знают. Либо это и так самый мощный был компьютер. Минздрав, кстати, это классная организация. Возможно, сейчас там все хорошо. Конечно. Да так же, как и МВД, про которое мы сказали. И как в Минпросвещение, которое с Ферум сделали. Я уверен, в сфере вообще, в сферуме все теперь суперклассно. Как в Феруме примерно. Намного лучше безума стало, я тебе могу сказать. Да. Переходим дальше. Перейдем дальше, где стало еще лучше. А стало лучше в Телеграме. Оказывается, владельца Телеграм-бота, который, как, конец цитаты, пробив данных устраивает. Вот пробив данных, когда ты устраиваешь в Телеграм-боте, который называется «Глаз Бога», вот у этого владельца прошли обыски. У владельца этого Телеграма. Как я вам завернул? Списали, что вы ничего не поняли. А вы ничего не поняли, почему? От таких новостей нужно аккуратно. Конечно. Тут, оказывается, я вообще, если честно, не знал, что все еще кому-то это надо. Какая-то девянощина. Но я понимаю, что, скорее всего, это надо, причем более чем. Оказывается, реально... У меня будет развернутый комментарий про эту новость. Я, собственно, почему ее и включил, чтобы где-то ее развернуто прокомментировать. Хотя бы так. Короче говоря, оказывается, есть еще боты в Телеграме, которые даже за деньги люди используют. За две с половиной тысячи рублей там была подписка в год. Ты можешь реально по разным данным написать там имя, фамилию, отчество. Написать там чуть ли не номера машины. И тебе покажут данные чувака, вообще всех чуваков, которые подходят под твое описание, скажем так. И телефоны покажут там их. И все, что есть, все, что насобиралось на этот глазбок, накрутилось, намоталось, все будет показано. Как-то, знаешь, меня передернуло вот это. Но я когда читал, я думаю, блин, что-то все еще таким занимаются. Я думаю, занимаются и по полной, скорее всего. Вот. Вот, короче, у меня как-то жутковато. Я прочитал и думаю, блин, еще так называется как-то. А еще тут в комментариях говорят, это прямо ИПшник. ОГРН, ОГРНИП, ИНН. И все вот это вот, это вот все у чувака. То есть официально была зарегистрированная марка глаз бога. Все права защищены у нее были, походу. Ну, может быть, это только надпись такая. Но права были защищены, но сервера у него изъяли. Что-то так ору, тут именно какой-то идиотизм. Кто вообще такой деятельности нет официально? И просто переписывают Антипов Евгений Вячеславович, чье ИП, собственно, это и было. И там самое смешное. А это точно владелец, а не бомж, на которого оформили? Уже вот я вижу, чувствую людей, которые разбираются в материале. Интересно, если самого этого Антипова здесь за глаз богить, было бы про него данные или нет? Ну, там об этом шутят, что пробили через его же ибот. Хорошо, что у тебя есть сказать вообще по этому поводу? Во-первых, это тот бот, через которого все пробивали для расследования Беллингкет по поводу Навальнича. Так, внезапно для тебя становится понятно, почему этим стали заниматься, наверное. А-а-а, так, хорошо, интересно. Вот, это первое. Второе, друг Костика моему другу об этом рассказал. И рассказывал тоже, что он там покупал подписку, смотрел, и там реально работает все. То есть там просто слитые базы, которые на барахолках продают, подключили в этого бота. То есть как бы вроде ничего нового, но из-за того, что это настолько легко стало, уже даже не надо ехать на барахолку, из-под полы в пальто там покупать как-то это. А уже просто в телеги заходишь, это делаешь, и да. А как узнают про такое? Можешь мне объяснить? Где это? Раздают инфу про это. Я, может, хочу знать все горяченькие каналы Телеграма. Где это? Просто я знаю, пишут на стенах домов. Но это другого плана горяченькие каналы. Их ты и так знаешь. Просто я думаю, это все те люди, которые пробивали по этому боту, они в одной аудитории практически сидят с тем, кто его разрабатывал. Это все тупо одна прикинтовка, я думаю. И они между своими это и... Вот друг Костика, который моему другу это рассказывал, скорее всего, его друзья, друга Костика, как раз причастны к этому, тупо к разработкам. Но вообще, кроме всего прочего, друг Костика обычно на Эхо Москвы про такое узнает, в комментах к Эхо Москвы, в чатах, к комментах Эхо Москвы и так далее. Это там, где ты слушал эфир... Кого там? Пушнова. Пушнова. Вот да. То есть там об этом, обо всем более открыто. Говорят в ФБК, ну то есть в фонде борьбы с коррупцией. То есть там это все... А у них, опять же, их друзья, скорее всего, это и делают. Возможно, как его там... Антипов Евгений Вячеславович тупо сотрудник ФБК в том числе. То есть они просто под себя это делают и все. Там же все равно, все айтишники туда-сюда там что-то могут, знают, умеют. Поэтому это от своих для своих, грубо говоря. Поэтому и легко узнают. Я тебя понял. Но у тебя какая-то была история связана с этим? И была эта история. Что моему другу, друг Костика, про это рассказывал. Вот. И они там смотрели между собой, разбирались. Там, что, кого. И они сидели в одной агитой. Друг Костика там плачивал даже. А-а-а. Вот. И да, моему другу действительно... Он подписался на новости про Глаза Бога. Ну там есть именно канал новостей про вот этого бота. И там действительно были недавно какие-то тревожные известия, что типа это, все, походу, сворачиваемся. Типа того. Мне мой друг тоже это рассказал. Интересно. Интересно. Ну вот и такое есть. Интересно, как относятся наши слушатели к этому всему. Вообще. Может быть, это нормально сейчас? Я просто немножко смотрю и мне вот так вот. Да как тебе сказать? Кстати, я вот сейчас у своего друга спросил. Он посмотрел. Просто адрес сменили. Внесли какие-то там эти коррективы, формулировки, чтобы учесть все требования законодательства. Ну там, короче, написали все нужные слова в пользовательские соглашения и так далее. Так. И продолжает свою работу просто уже по новому адресу. Это вот мне мой друг только что сейчас передал. Ну это интересно. Интересно, конечно, узнать. Ну, то есть вот на самом деле, да, такого масштаба штуки, да, типа, ну назовем это в кавычках расследование, беллинг, как это, проводится все просто по телеграм-ботам. То есть, опять же, к нашей теме про программирование это скучная магия. Вот это тоже скучная магия, такие штуки. Ты имеешь в виду, ты имеешь в виду, не надо, как Хантер Томпсон, лазить на картах где-то там и делать гон за журналистикой заниматься. Да, да, да. Уже просто, уже все слито давно, причем самими, так сказать, ну кем-то, в общем, слито. Вот. И надо только опиху к этому прокинуть, так сказать, и все. Я тебя понял. Переходим. Перейдем дальше. У нас про секьюрность сегодня, несколько новостей. Следующая новость с Forbes. Просто, почему с Forbes берем новости? Я просто захожу к Сане на страницу Forbes, страничку, вот, и там с его первого места, самых влиятельных людей в IT, я туда перехожу на новости, на всякие, на Forbes. Ну вот, и, значит, короче, какая идея? Статья о том, что, на самом деле, статья немножко неправильно называется, но частично, про это тоже поговорим. Почему на iPhone, iPad и Mac нужно отказаться от использования Google Chrome. Точнее, апдейта, который прилетит на Google Chrome с небольшим таким изменением, которое называется флок. F-L-O-C, флок. Короче говоря, этот флок, это сейчас, по-моему, extension на Chrome, а впоследствии это будет просто апдейт, который просто врастет в Chrome. И это такая хреновина, которая заменяет тебе куки, вот, именно такие куки обычные, куки сайтов, то есть, которые, вот, все браузеры используют примерно одну технологию работы с куками. А Chrome будет использовать технологию флок, которая тебя, как бы, более секьюрно разделяет не на определенного Саню Гончарова, да, которого потом в глазе бога можно пробить, а разделяет тебя на некую безликую аудиторию, на некий сегмент аудитории, то есть, ты становишься сразу же не ID-1, как ты на Forbes, а неким, таким, знаешь, метафизическим каким-нибудь любителем футбола и, там, чипсов. Ну, условно говоря, чтобы, соответственно, в Chrome же, на сайтах же показывать тебе чипсы и футбол, пиво там, соответственно, и так далее, и от потенции, и от импотенции. И, да, да, реклама, мне кажется, это просто какие-то все права. Да, конечно, конечно. Вот, и, соответственно, вроде как выглядит секьюрнее, и сами Google это представляют как обновление для вашей же безопасности. Но чувак, который пишет здесь статью, говорит, слушайте, для нашей безопасности, конечно, было бы самое классное вообще не собирать про нас данные. Вот это было бы вот классно. А когда вы, наоборот, соответственно, это ведет к увеличению только сбора данных о тебе, скажем так. И вообще, в принципе, короче, если разобрать по всем браузерам выкладку, а здесь есть даже картиночка, то есть в Google Chrome больше всего данных залинковано с тобой, скажем так, с твоим айдишником, как бы с тобой как персоной, а тебе знает вообще Chrome больше всего знает, там, нежели даже тот же Safari, Edge, Firefox, и тем более уж DuckDuckGo, в котором вообще ничего не собирается. Так смешно, что там именно пустая рамочка. Пустая, да. И, соответственно, естественно, Chrome, я напоминаю, что вообще компания Google, в отличие, например, от Apple, если мы сейчас уже непременно к теме говорим, у них конкретно их бабки, самые главные, это как раз наша с вами дата, наша с вами, ну, информация о нас. То есть именно Google за счет этого и получает. То есть реклама – это их основной доход, по сути. У них нет каких-то там, я уж не буду говорить там какие-нибудь Google фоны, да, которые продаются, они ничего не приносят. Я думаю, это в минус только работа, так же, как и YouTube. Ну нет, YouTube, я уверен, уже в плюс. Ну, может быть, уже в плюс, да. Чтобы ты знал, со спонсорства и всяких там от сенсов тупо 30% сразу к Google идет. Вот, вот. Соответственно, реклама – это то, что их кормит вообще, Google. Конечно же, у Apple не так напрямую. То есть их, конечно, кормит какая-то там реклама и так далее, Safari, хренари, но основное – это их продукты, по сути. То есть девайсы и сервисы, которыми вы пользуетесь. Хотя, опять же, сейчас Тим Кук бы, наверное, прыснул, что у них вот это вот именно с Apple-девелоперов маржа, которая там сколько, 20% они там, 15%, я уже забыл. Которую они тоже себе тупо забирают. Возможно, вот она больше всех айфонов там собирает и так далее. Просто они айфоны распространяют, в том числе для того, чтобы больше людей устанавливало эти приложения, покупало, и вот это вот именно приложительную, так сказать, массу денег еще увеличило. Ну да, ладно. И здесь еще говорится о том, что вообще, оказывается, у профессиональных людей не составит труда, у тех, кто этим занимается, скажем так, совместить, скажем так, флоковские данные с вашим айпишником условным и примерно понять, какая вы аудитория, где находитесь. То есть не будет про вас сказано, что вы айди один, но будет сказано, что вы футболист, там, лейс и таблетки условные, и находитесь по такому-то айпи-адресу. То есть это можно сделать технически. И как бы получается, что на самом деле ничего не меняется, и даже хуже становится, потому что флок, он максимально про вас знает вообще все. Он вообще так там все собирает, максимально все, чтобы вам показывать очень релевантную рекламу, чтобы было все хорошо, очень секьюрно и очень классно, короче. И в первую очередь на Apple-устройствах, конечно же, лучше пользоваться все-таки Safari. Несмотря на то, что, по сути, Google Chrome это тот же там Safari, но он все-таки свое берет. То есть свой флок он будет использовать, как я понимаю. Ну, тут вот про это не разматывается, но я думаю, что если вы установите уже с апдейтнутым флоком Chrome на iPhone, то я думаю, он будет там работать. Как бы Safari там крутится, конечно, на Safari это все, но я думаю, этот экстеншен... Просто это поверх будет, грубо говоря, Safari. Конечно, конечно. Safari будет только веб-вьюшить и рендерить непосредственно там CSS, JS процессить, а все плюшки, а это плюшки, кстати. А это плюшки. Вот, короче говоря, да, чувак насторщал очень сильно и сказал, что вообще ни в коем случае, ни при каких условиях. И причем, опять же, Google, они как в прошлом подкасте Яндекс практически врут, но даже не врут, они как бы умалчивают. Очень грамотно, они говорят, вы что, мы в таких продуктах от Google, как Google Диск, Google Календарь, Google там что-то там еще, не собираем данные. Но не говорят про Chrome, где как бы все данные происходят. То есть они реально умалчивают вообще, что у них есть такая технология, как Google Chrome, которая, собственно, все им данные и поставляет. Ужас. Не знаю, немножко звучит страшно, звучит страшно. Ты как смотришь на это? Ты уже давно на это плюнул, да, на эту технологию? Я глазами матери на это смотрю просто. Ну ужас, ну что говорить. Я реально не пользуюсь Chrome, потому что зачем? Ну то есть он банально, мне кажется, из-за всех этих плюшек он уже сильно медленнее стал работать. Что я как бы вот... Одна из причин это идеологическая, а вторая в том числе дискомфорт, что... На Mac, если мы говорим про Subj, то в натуре миллиард других есть причин не использовать Google Chrome на iPhone, iPad и Mac. То есть причем здесь именно Apple инфраструктура, как будто на винде они флок не будут встраивать в Chrome. Будут? Ну типа там хотя бы тебе уже... Просто Forbes вообще не знает, видимо, что такое винда. Да, вот. Ну ты сам понимаешь, ты тоже оттуда и не знаешь на чем. Вот, поэтому, короче говоря, видишь, на винде у тебя типа нет вариантов уже. Или знаешь, на винде, видимо, уже все и так Edge'ем пользуются. А вот с Mac'ом это еще тут поспорить надо. Ты себя более-менее на Chrome. Ну, да. А вот, подожди, а каким ты поисковой пользуешься? Да я пользуюсь реально все еще DuckDuckGo, но он меня в последнее время выводит. Он действительно хуже ищет. Я ничего не могу с этим поделать, он реально ищет хуже. Да, мне приходится материться и открывать в соседней вкладке Google, к сожалению. Да, да. Не всегда я это делаю, но в некоторых случаях... В некоторых случаях, да. Тогда, когда я в DuckDuckGo ищу, я не знаю, в Википедию, а он находит нормально. Но когда мне надо уже какие-то... Вот, например, я вчера там гуглил, купил себе вот эту... Ну, и тебе-то я рассказывал, новую машинку для гитары. Машинку именно. Ты мог бы даже и показать в камеру, чтобы амьюзить, так сказать, наших зрителей. Покажи, покажи. Вот такая вот хреновина, в которую вставляются струны с рычагом. Хорошую купил немецкую, из каленой стали. И хотел просто почитать статьи о том, как отличать поддельное от неподдельных. Казалось бы, надо было это прочитать до покупки, но... Но это не наш стиль. Да, почему бы и после покупки об этом не узнать. Так вот, и, соответственно, Дагдаглоу вообще ни хрена не находил нормально на эту тему. Он какие-то просто чуть ли не про кулинарию он находил. Ну, как-то просто очень плохо искал. Пришлось переключиться на Chrome, потому что, ну... На Google.ru. Ну, да, 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 на Google.ru. На Chrome, к счастью, нет. Все-таки я в Firefox это делал. Но на Google.ru пришлось переключиться, потому что ничего не находилось нормально. Яндексом не пользуюсь. Иногда у меня в каком-то типа Firefox-девелопере, я не помню, то ли на работе, то ли дома, у меня Яндекс почему-то включен. Я иногда случайно ищу именно в этом Firefox-девелопере, мне именно Яндекс это, и я сразу закрываю быстрее. Потому что там опять какая-то реклама, какой-то Яндекс Маркет, мне сразу купить предлагают. Я ищу, как пользоваться, мне еще купить вторую предлагают. Ну, то есть это плохо. Поэтому, да, я пользуюсь Дагдаглоу, но он, конечно, ничего не собирает. Но он из-за того, что ничего не собирает, еще, видимо... Он ничего не знает. Да, он ничего не знает. Потому что даже элементарно, если ты введешь в Дагдаглоу 2GIS, просто вот 2GIS, без .com, без всего, то ты попадешь. Слышишь, первая ссылка будет info.2GIS.com. Мне нахрена инфо? Я хочу просто в карты попасть. Я захожу в инфу. Или в следующую ссылку. Ну, у меня первая 2GIS.ru slash SPB. Вот так. Карта Санкт-Петербурга. На втором месте 2GIS.ru просто без инфо. На третьем 2GIS.ru Новосибирск. Ну, я сейчас показываю нашим зрителям. А, у тебя Russia, наверное, включена, да, тумблерочек? А у меня, прикинь, не включена Russia. Нет, у меня тоже Russia не включен. Ну, вот, видят зрители. Безопасный поиск умеренный за все время у меня, и Россия не включена. А, у меня, кстати, не умеренный, у меня off. Я, походу, тут это, секс смотрю. Ну-ка, давай moderate сделаю тоже. Почему у тебя по-английски? Да вот давай с этого начнем. Не знаю. Вот, может быть, в этом кроется. А, слушай, да, он, наверное, думает, я какой-то засланный казачок. Или, наоборот, он думает, ты нормальный, я пацан. А тебе... Да, да, я не знаю, как ты английский язык умудрился. Может, у тебя браузер английский? У меня русский. Нет, у меня русский браузер. Ну, как-то что-то вот так. Кстати, нужно темку для DuckDuckGo выбирать. Уже знаешь, кастомить себе темное. Очень-очень. Но то, что у тебя SPB, это тоже смешно. Ну, да, да, действительно, тоже забавно. Ты, видимо, с другом своим, с Костиком сидишь. Мой друг с другом Костика разговаривал, да. Да. Это точно. Хорошо. Давай дальше пойдем. У нас что-то еще про Apple. Есть, вроде как. Да, есть. Давай. Следующая темка с MacRumors. Apple анонсирует FindMyNetwork. Короче, у нас есть Приллокатор на айфонах, на айпэдах. И он раньше назывался Найти мой айфон. Начиная с 14-й прошивки он называется Локатор. И, по-моему, я не знаю, кстати, как он называется по-английски. Видимо, FindMy просто. Или Locator. Что-то типа того. Добавили, короче, расширение. Видимо, с 15-й прошивки это будет. Здесь не указано. Которое позволяет сторонним девайсам тоже участвовать в нахождении. Не Apple в смысле? Да, не Apple. Это достаточно все равно закрыто, потому что только кому вот Apple разрешила, те туда добавляются. Это Belkin, Chipola, OneMove. Это производители такие. И кроме там, ну, типа наушников белкиновских, есть всякие эти велосипеды, OneMove-овские. Типа что, где мой велосипед? Вот, понял. То есть оно не то, что ты любой Bluetooth-девайс можешь сюда добавить и все. Нет, только который Apple одобрила. Но это нас наталкивает, ну, переработка этого приложения. Во-первых, нас наталкивает, что, возможно, все-таки над AirTags-ами-то работают, о которой мы с тобой уже обсуждали. Chipola — это, кстати, вот рюкзаки, например. Можно рюкзак где-то забыть. Тут причем еще картинка такая, что чувак в парке в наушниках. Велосипед у него где-то там в парке в центре, а рюкзак вообще где-то вон там через дорогу. Ну, давай положим, рюкзак он в офисе оставил, а велосипед припарковал, чтобы побегать. Ну, он его там замком закрыл каким-нибудь. И вот, да. То есть не то, что он реально тупой. Это все там оставил, покидал где-то на обочине. И да. Соответственно, почему только тех, которые Apple разрешил? Ну, во-первых, наверное, чтобы какой-то процент там с чего-то иметь. А во-вторых, потому что есть расширенный всякий функционал, типа там ввести в режим пропажи, чтобы у тебя заблокировался велосипед, и никто не мог ехать. Или рюкзак. Или рюкзак, да. Плюс тема, типа, на T5 when found. Когда локейшн появится, типа там Wi-Fi какой-то рядом или зарядят, чтобы, ну, можно было найти. Плюс вшит номер телефона и смс-ки. Типа там, ну, берешь велосипед, а на нем написано, братан, верни за вознаграждение вот сюда. Братан, я тебя через глаз бога найду. Вот, да. Вот, короче, third party devices будут find my. Почему я говорил, похоже, над AirTags'ами работают? Потому что здесь в конце написано, всем, короче говоря, third party device'ом будет работать, так сказать, это. Будет доступна хреновина, которая в айфонах 11 и 12 чип U1 начали ставить. Я такой, так-так-так-так-так-так. Что такое чип U1? Начал искать, а чип U1, это, короче, такая хреновина, которая ultra wideband technology поддерживает. Короче, более точное ориентирование, чем GPS в пространстве. То есть там реально, вот 11 и 12 айфоны, они могут еще точнее девайсы, которые умеют с этим чипом работать, показывать, что с точностью там чуть ли не до сантиметра, где лежит, в каком направлении, там на север, на юг, на запад, там и так далее. Вот. И я про это начал читать, и там все пишут, что вот в Airtex, вот в этих бубличках, или как там, как в значочках вот этих, там как раз такой тоже чип будет, да. И типа уже Samsung придумал какой-то там Air, там что там, еще не выпустил, но придумал. И еще какая-то фирма, я уже сейчас не вспомню. Вот. Но, и они вроде как уже почти выпускают, а Apple еще не выпустила, и все думают, что они сейчас выпустят Samsung, и та вторая фирма. И Apple вообще подожмут хвост и ничего не будут делать, потому что типа они уже не успели, опоздали и так далее. Звучит как какой-то бред, потому что они периодически вообще делают какие-то вещи позже, чем конкуренты, но делают их круче, чем конкуренты. Да и даже если и не круче, то хотя бы так же, и просто люди, которые в инфраструктуре Apple, они этим начинают пользоваться, и все классно, все довольны и здорово. Поэтому я не очень понял, но вот этот чип U1, это круто. И короче, все third-party девайсы, которым Apple разрешат, они будут... Ну, этот чип будет их лучше находить, и вообще будет все здорово. Ты как вообще? Как тебе? Да, во-первых, реально выглядит немножко как партнерка какая-то, типа с Белкиным, с Ван Муфом и с Чиполло. Вот. Потом, короче... Но все равно, тем не менее, это, наверное, очень популярные... Да, наверное, просто Ван Муфовские велосипеды, это просто топ, топ один, и их и так берут те, кто хотят. Silicon Valley, да, я думаю, где-нибудь там. Вот, я думаю, там вообще сильно все ездят на этих великах, и все с этими рюкзаками гоняют. Хотя, я вот даже сейчас посмотрю, как он выглядит. Он, наверное, выглядит как, судя по миниатюрке, как у Майкла из GTA V, когда он переодевался в чувака задорота, в миссии, где нужно взорвать телефон. Ну, аэтичный. Да-да-да. Аэтичный велосипед. Ну, там вон рама от него в конце показана в этой статье. Какая-то она прям суперчерная. А, это ты про велик? Нет, я про рюкзак тебе. Где он, помнишь, в шортиках это, там нужно зайти и переодеться за другое? Я помню, я помню. Короче, знаешь, что я тебе могу сказать? Что нам такого не хватало в Америке, когда у нас сперли кроссовки. Вот если бы в кроссовках был такой чипчик, мы бы спалили, кто это? Приехали и разобрались, я считаю. Мы через нашу. Бога еще бы сейчас нашли. Сейчас-то все уже есть инструменты для поиска. Конечно, конечно. Мы бы там Russian Mafia бы устроили этому чуваку, который спер кроссовки в Илюхе. Вот. Новые. Причем реально новые из коробки. Не то, что он снял с Илюхи и убежал, а мы его видели и не догнали. Не, он... Просто в моле, так сказать, оставили где-то на лавке, вернулись, и уже ничего, нигде, ничем, ничего. И камер никаких нет. Да если честно, мы даже не то, чтобы, по-моему, оставили, и, по-моему, мы просто отвернулись. Это уже вообще жестко. Я не помню, как было. Вот. Короче, да. Ну, прикольно слушать тему, потому что мне интересно, как вообще с AirTag'ами закончится вся история. И как вообще закончится история в России, самое главное. Мне кажется, у нас просто сразу какой-то магнит сделают и будут размагнитивать все эти приколы. И все. И как бы... Да будут просто это... Какое-нибудь напряжение подавать, чтобы просто сгорело это все, и все. обливать водой, я не знаю, там как-нибудь. Ну, найдут способы. А вообще, да, к вопросу Америки, конечно, хочется поделиться с нашими слушателями, зрителями, кто-то почти до середины подкаста дослушал, что хотим сделать ностальгическое пришел с Никитой, разобрать моменты, именно поднять переписки тех лет и взять какие-то факты реальные, которые были. Сейчас уже многое забылось, а там-то это написано. И по ним пройтись, может быть, что-то повспоминать, порассказывать. Это будет более интересно, чем то, что мы обычно там дефолтные всякие штуки вспоминаем, которые и так понятны. А там реально же каждый день переписывались с людьми и писали там какие-то вещи, которые, наверное, уже забылись. Вот посмотрим, что будет. Мне интересно. Тем более в ретроспективе это будет еще более прикольно, потому что уже со свежими мыслями, с какими-то, уже, знаешь, с видением более взрослых людей мы сейчас сможем как-то оценить. Предположительно. Предположительно. Я быстренько ремарочку, вдруг у нас есть какие-то люди из Чипола нас слушают. Чипола — это не рюкзаки, это уже сделанные AirTag'и, в смысле, уже сделанные вот эти вот мыльца маленькие, именно компании Чипола, и просто ты его кидаешь, и, видимо, он обозначается. А может, там можно иконочки ставить? Можно кастомить, наверное, да, что-то типа того. Ну, прикольно, что, все равно. А ван Муха — это не велики, сейчас ты скажешь мне, а это тоже что-нибудь. Это я не стал куглить. Ну, напишите нам в комментариях, что мы тут тоже что-то неправильно сказали. Вот. У нас-то что дальше? У нас дальше надо поговорить о том, что есть замечательный хостинг Smart Tape. Мы, у нас такая же партнерка, как у Apple с Чипола, вот так же мы и Smart Tape, это примерно одна и та же компания. На самом деле нет, но уважаем мы их не меньше, чем себя. А иногда даже больше. Иногда больше даже, да. Да, вот. Поэтому мы вас тоже призываем посмотреть на этот хостинг, обратить внимание, если вы все еще не пользуетесь никаким хостингом, думаете переходить на какой-нибудь, или просто думаете для сайт-проекта, для какого-нибудь, для пэт-проджекта что-нибудь там развернуть, посмотреть. Тем более, практически за ноль у вас будет действующий классный VPS-хостинг или безлимитка, это конечно. Лучше VPS-ку попробовать, пощупать, потрогать, поработать с ним, даже в условиях просто учебы в университете. Учитывая, что бесплатный период 14-10 дней, там в зависимости от борзости услуги, чем более борзая услуга, тем меньше у нее период тестовый, но неважно. Этого вам все равно хватит, чтобы понять, что кого. Да, у нас есть неменяющаяся ссылка уже многие годы, ewebdesign.ru slash smarttape, на нее заходите, все по-старому. А в ней смертная просто. А в ней смарт-тейп. Попробуйте, попробуйте, ewebdesign.ru slash smarttape, ссылка есть в описании, зайдите, посмотрите, попробуйте, оформите на годик, потрогайте VPS-ку. Да, кстати, помнишь, ты в самом конце в прошлый раз читал, что новый 20-долларовый патрон. Спасибо за 20-ку, ты говорил. А эта 20-ка, это в год. На Патреоне же новая тема, заносить не monthly, а early. И, короче, кто-то занес двушку в месяц, но за год сразу. Но за год. И он, во-первых, скидку получил вместо там 24-20 баксов. Но как бы, да, early патрон, это круто. Слушай, мы об этом даже не сказали, а кто-то уже увидел, догадался и сделал. Мы, конечно, об этом еще чуть позже скажем, но да. Ну просто, я считаю, что таких тоже надо уважать. Может быть, знаешь, тех, кто на год, их тоже называть, потому что это, ну, серьезная такая штука. Да. Ты решился, как бы, ну, и не пожалел. И никогда. И самое главное, ты не отпишешься, как от Вовки на следующий месяц. Ну, в теории, наверное, можно прервать, но это просто тупо будет. Тебе, как в Яндексе, скажут, что прекратится прямо сейчас, но еще год будет потом все равно показываться. Да, но 20 баксов мы у тебя уже взяли и отдали пацанам на пиво. Это прикольно. К вопросу о смарт-тейпе. Я сейчас крутанул карусельку, где оптимизирован под CMS и крутанул влево. И там, во-первых, увидел хост CMS и меня обдало воспоминаниями, как мы работали с Никитой, с Саньком с сайтами на хост CMS. Но работа это не назвать было, я бы сказал. Отдых один сплошной. Она настолько прекрасна, что да. Еще влевее крутанул, а там в булетен. И мне кажется, нужно будет потом еще одну пришел устроить, зайти на ВГ и именно ходить там по разделам и вспоминать тоже там, что было. Просто, во-первых, посмотреть, что там сейчас на ВГ происходит. И как-то это тоже обмазаться немножко воспоминаниями. Будет прям круто. Мне кажется, нужно прям для такого пришел создать в булетеновский форум, поднять, развернуть на смарт-тейпе и сделать фейковое. Мне теперь хочется узнать, есть ли у в булете на пробный период, потому что так-то это платная хреновина. То есть ты прям сразу только заходишь, сразу коммерческий форумный движок. Ох, ё-моё. Ну ладно, я не буду сейчас искать. Хотя, что искать? Я супербыстро зайду на в булетенком. Ой, простите. Ты, конечно, зайди, но даже в крайнем случае мы можем взять из нашего огромного бюджета, который нам выделяется патронами, которые за год сразу заносят, и купить это в булете. Но это ради прикола. Только ради прикола. 250 баксов. Ты можешь сейчас себе представить 250 баксов? За сколько? 250 баксов. За год? Нет, за раз. Ну, в смысле, она... А, купил технологию и всё, и пользуешься. Потому что не клуб с Freeform Support for Life. Growth Street for Life. Слушай, я знаю, почему так. Потому что все самые лучшие порно-трекеры естественно, используют в булетен. Что, серьёзно? Это в булетен? Ну, мне кажется, у них в булетен. Ну, похоже. Я не в курсе. Нет? У меня даже друг не в курсе. Реально не знаю. Ну, похоже. Мне кажется, вообще, самые все крутые трекеры используют. Они понимают, какие-то миллиарды крутятся денег у этих ребят. И поэтому 250 долларов. Ну, согласен, да. Тем более, Support for Life. Это точно. Ладно. Уйдём к Алексу Диверо. У которого до сих пор горизонтальный скроллинг на сайте. Да. Но у него зато умные мысли про JavaScript. Ну, да. Да. Вот. Он поставщик. Знаешь, хочется какую-то темку, что-нибудь, за бодробуху. Идём на Алекс Диверо. Это прям... Да. У него, как обычно, нету дат. Я не знаю, когда он это написал. Вчера. А, нет, есть. 12 апреля 2021 года. Ну, три дня назад. Хотя, казалось бы, тема, избитая как жизнь. Контекст переменных. Это ещё в Паскале было. Всях. Всях плюс-плюсах. Вот. Это такая тема, без которой вообще программирование непонятно в целом. И ООП в том числе с его private этими свойствами и методами и со всей вот этой, в принципе, безопасностью, как объекты класса наследуют друг друга. Это всё из вот этого контекста выросло. Поэтому сейчас навострите ушки свои. Вот. И обязательно как-то, ну, вникните в эту тему. Если вдруг... Повторение мать учения просто, чтобы ты понимал. И, ну, нужно знать о том, что... Даже если вдруг какие-то были неизвестные в этом... В этом... Были какие-то пробелы в этой теме, вы их сейчас закроете и будете лучше ещё программировать, потому что это прям важно. Что такое контекст? Контекст — это... Ну, как бы, грубо говоря, там то... О, блядь. Всё. Выключай. Алекс Дивер... Алекс Дивер... О, тебя что-то довёл, если честно. Да. Контекст — это... Сука, я не знаю, как это... Это когда. Вот нас учили всегда в институте не начинать определение с «это когда». Потому что если это контекст, то по определению должно какое-то существительное быть. И я не могу подобрать существительное к контексту. В общем, это когда переменные вот доступны в рамках конкретного блока кода. Если переменные объявлены глобально в начале какого-то файла, то они находятся в глобальном контексте. Во всех функциях, во всех ифах и других каких-то конструкциях, которые будут в этом файле, эти переменные будут доступны. То есть, если мы объявляем в самом начале varName равно Jack или let age равно 37 или const species равно human, эти три переменные будут доступны везде. Это глобальные переменные с глобальным контекстом. Соответственно, если мы внутри какой-то функции readName, например, сделаем returnName, возвращение значения переменной name, то она вернет нам Jack, потому что внутри функции глобальные переменные тоже будут доступны. Ну, здесь примеры также и на age переменную тоже не есть. Что такое локальный или функциональный контекст? это то, что переменные, которые мы объявляем, это когда переменные мы объявляем внутри функций, доступны только в рамках этой функции. То есть, если мы глобально объявили переменную name и сделали у нее Jack, а внутри функции sayName объявили constName Dory, то когда мы вернем name внутри этой функции, у нас вернется именно Dory, потому что локальный контекст или функциональный перезаписывается поверх глобального. Если у нас нету локальной переменной, вернется глобальной, если мы ее переобъявили локально, вернется локальная, соответственно. Это как бы базовый. Звучит как азы примерно. Даже я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, вот да. Особенно если мы доступимся к переменной, которая не объявлена глобально или там и локально в том числе, которая нигде не объявлена, вернется, разумеется, undefined, если мы говорим про JavaScript. То есть не определена переменная. Вот. Собственно, здесь дальше есть пример по поводу переопределения. То есть если мы глобально car назвали Tesla внутри create car, мы сделали car BMW. Если мы консоль логнемся внутри функции, нам вернется BMW. Если мы консоль логнемся после вызова функции даже, но в рамках глобального файла, а не в рамках функции, вернется Tesla. Что у нас идет дальше? Дальше nested local scopes. То есть когда мы вложено делаем локальные контексты, то у нас по принципу лексических контекстов, об этом дальше строчка, но я уже назову, как это называется, лексический контекст, у нас идет, грубо говоря, мы в общем из внутренних функций, для нас контекст функции родителя становится как бы глобальным, потому что он тоже нам доступен, и мы к нему можем обращаться как к глобальному, то есть в рамках функции myFunction1 мы объявляем переменный author, Terry Pratchett в данном случае, а внутри myFunction2 мы можем к этой переменной author доступиться, она нам вернет Terry Pratchett, просто потому что локальный контекст функции родителя, он является глобальным, грубо говоря, для дочерней функции. Это называется лексический контекст, здесь дальше приведены в том числе примеры тройной вложенности, ну и как бы понятно, что в самой третьей глубокой функции мы можем иметь доступ к глобальным переменным, к переменным контекста первой функции, второй функции, коль скоро они вложены друг в друга, а к переменной character, которую мы объявляем только в третьей функции, мы имеем только в третьей функции доступ, ну то есть здесь все достаточно понятно. Дальше у нас интересно, а есть, кстати, интересные вещи в этой статье, контекст блочный, блочный контекст. Что такое блок кода? Блок кода это часть кода, которая разделена кудрявыми скобками, на самом деле функция это тоже блок кода, но в данном случае мы говорим о конструкциях типа if-else, switch-statement и циклов, то есть когда мы объявляем какой-то цикл, открываем кудрявые скобки, типа то, что в рамках этого цикла происходит, мы тоже можем объявлять переменные, которые будут только в этом цикле доступны. То есть локальный контекст классический, он в функциях, но вот этот блочный контекст, он работает и в ветвлениях, циклах и в свитчах. Свитч, по-моему, это тоже считается как ветвление. Короче говоря, это справедливо, если мы говорим о JavaScript, только для объявлений переменных, таких как let и const. Если мы говорим про переменные var, которые до ECMAScript 6 появились, то на них не распространяется правило блочного контекста. То есть, если мы в рамках какого-то if'а переопределили var рейтинг, который у нас глобально был равен 4, а внутри if'а мы его объявили, что он равен 2, то после того, как этот if выполнился, у нас рейтинг глобально изменился на 2. Если мы его попробуем вызвать, то у нас будет равно 2. Поэтому это еще один повод дополнительно не использовать конструкцию var, потому что на нее не распространяется правило блочного контекста. Нифига, то есть var это устаревшее? Да, var это действительно устаревшее. А ты сейчас let используешь? Конечно. Let, если я буду изменять эту переменную, и const, если я ее не планирую изменять, это дополнительное в том числе. Почему они просто var не переделали технически на let? Я так думаю, если в коды влезть уже как реализовано, то там дольше переделывать, чем новые конструкции определить. Я думаю, так и есть. Собственно, пока я говорил, вы, наверное, уже поняли примерные плюсы и минусы использования разных подходов. То есть, грубо говоря, использование глобальных переменных считается bad practice на данный момент. Но у этого есть как бы плюсы. То есть, какие-то переменные, которые доступны сразу и везде, ну, логично их сделать глобальными. На самом деле, если мы говорим про современные какие-то веб-приложения, то вместо глобального контекста часто используется store-приложение. То есть, store, который доступен вообще везде. Вот. Просто один из минусов глобальных переменных то, что они мутабельны. То есть, мы их, грубо говоря, можем везде изменить, и оно изменится сразу везде, как я и сказал. Это плохо. Поэтому, если мы говорим про современные веб-фреймворки, то store в них иммутабелен. То есть, мы можем менять значение только с помощью вызова мутаций. То есть, мы это не сделаем случайно, просто так. Вот. А если мы это и сделаем, то как бы это скорее всего... То есть, здесь защита от дурака важна. Если ты захочешь что-то где-то изменить и, ну, наговнить, понятно, ты это сделаешь. Но здесь важна защита от дурака в том числе. Поэтому, да, то есть, Вот accidentally уже не произойдет, потому что даже если... Ну, короче, мы так себя обезопасиваем, что... Но вообще, опять же, если мы говорим про функциональный подход, то вообще нужно делать все иммутабельным и каждые последующие какие-то переменные определяют с помощью вызова чистых функций, которые меняют значение уже использованных переменных и так далее. Но мы сейчас не об этом. Мы говорим о том, что, в принципе, вот, например, в PHP, а именно конкретно в WordPress, почти все сделано на глобальных переменных. Это бесит. В том числе это бесит, когда, например, ты в рамках какой-нибудь главной страницы выводишь несколько типов постов и у тебя несколько циклов. И в рамках каждого цикла у тебя будет глобальная переменная пост, и тебе ее нужно переопределять через класс вп.query, каждый раз запрашивать разную хреновину, но оно все будет в разную, в одну и ту же глобальную переменную складываться, грубо говоря. И ты, выводя один цикл, у тебя нету никаких доступов к предыдущему и так далее. То есть ты никак не можешь это жонглировать, и каждый раз надо это перезапрашивать либо в API, либо в базе данных, либо где-то еще. То есть это плохо. Но WordPress уже он очень костный, костистый, поэтому там тоже никто ничего уже не перепишет никогда. Поэтому они переходят на, ну уже мы перешли на JSON-REST API, потому что там ты можешь запросить что угодно, когда угодно, и эти данные просто где-то складировать и уже ими жонглировать, как тебе надо. Это удобно. Вот. Собственно, плюсы и минусы, как это у японцев или где-то была поговорка, что наши плюсы это логическое продолжение наших минусов. Если мы говорим про локальные переменные, то плюсы такие, что мы не как бы каждый кусочек кода он обособленный, и изменяя что-то в нем это не влияет на остальные программы. Но в этом соответственно и минусы, что передача данных между кусочками кода она затруднена. То есть нужно какие-то либо замыкания делать, либо вот использовать глобальный Store приложение для того, чтобы обмениваться данными между вот этими вот функциями локальными там вызовами, блоками и так далее. Короче говоря, тема контекстов очень важная. Если вы что-то еще не поняли, есть вот этот цикл книг You Don't Know JS. Ему тоже уже там больше 5-6 лет. Там есть целая отдельная книжка про скоуп. Но они небольшие, они там по 50 страниц. Вот ее тоже можете еще раз прочитать и вам станет прям сильно понятней. Контекст это важная штука. Если вдруг что-то как-то, то начните с азов. Если вдруг вы уже работаете сейчас программистом, фронтендером, бэкендером, но что-то сейчас не поняли, это красная тряпка для того, чтобы пойти и понять. Да, потому что если честно, на этой теме даже я с какими-то более понимающими глазами сижу, потому что обычно для меня там все оно проходит мимо меня, а сейчас темка достаточно простая это была. Но я хочу что у тебя спросить. Во-первых, мне интересно, ты в итоге вот те самые книжки от Райли, Арили, та самая Definitive Guide джаваскрипта, ты ее на сколько почал, начал, сколько прочитал? Я ее всю прочитал еще как раз в 15-16 году. Это какое издание? Там новое выходило? Властелин колец. Нет, она не выходила, она в 2011 года последнюю редакцию выдержала, последнее переиздание. Но на самом деле это там шварь, да? Это бесполезно каждый раз под новые спецификации что-то туда добавлять, потому что она настолько монументальная, что вот как раз к ней потом уже все вот эти вот наслаиваются дополнительные все штуки и как бы их нужно отдельно дополнительно читать, потому что основа и база она никуда не делась. Она вот такая, какая и есть. Но там еще вары, да? Я просто хотел. Там лет и иконсты тоже есть. То есть ECMAScript 6 тогда уже вышел, был и про него целая отдельная глава именно вот в издании 2011 года. А, и там это как новинка, да, еще представляется? Да, да. Там это еще как новинка, да, да. Я тебя понял. Но там вообще супер база, потому что я знаю, что этот Definitive Guide джаваскриптовый, он супер такой база, именно такой талмуд, знаешь? Он прям талмуд, талмуд, да. Он еще, там же еще толсто, хреновенно. Это сколько там страниц? Что-то около тысячи. То есть там очень много страниц. Там много, разумеется, кусков кода и картинок без шуток. Я понимаю, да. Но это все равно много. Как Алекс Диверо, там зубодоробуха, потому что там конкретно чуваки погружаются в сам джаваскрипт. Там любители пьюра, насколько я понимаю. Вот. Да, а это. Но по-любому есть у Арайли стопудово не одна, наверное, еще книга по View. Угу. Миллиард. И тоже есть типа как Диверо. You don't know JS, если мне не изменяет память, это тоже Арайли к этому причастная. Ну-ка, сейчас попробуем. Я понимаю, что она open-source, она прямо на GitHub есть. Она бесплатная. Но, по-моему, ну, она есть и в покуп... Ее можно и купить. Да, это Арайлиевская. Она есть в пейпербеке. Вот. Поэтому, да, они до сих пор их миллиард выпускают всяких разных, поэтому... Прикольно. Я не знаю, выпускают ли они каждый год новый там ECMAScript там 6, 7, 8, 2020, 2021. Вот. Но, в общем, и в целом они в теме. Они в теме. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Хорошо. Можно дальше, наверное, идти. Давай, давай. Следующая тема, да, следующая тема, это моя тема. Она звучит, как олдскульный редизайн логотипов. Ну, тут мы легко пройдем с тобой по олдскульному редизайну логотипов. Тут какой-то чувак крутой, Рафаэль Сера. Он в Португалии понтовый дизайнер. И он, короче, чисто как вдохновение говорит, блин, вообще, некоторые логотипы, они же существуют уже очень много лет. И прикольно было бы их типа как бы свинтажить, состарить, посмотреть, как они выглядят по винтажности. И просто проникнуться духом старея. Вот. И представил несколько логотипов. Например, логотип Икеи как бы выглядел в олдскульной винтажной атмосфере. Это как просто кружочек желтый и квадратик синий. Такой супрематизм некий. Икея. Я тебе могу сказать, что шрифт достаточно современный. То есть, он, конечно, выглядит под старину, но современненько. Так как-то такие все изгибы, блин, так раньше не делали. Вот. Ну, может быть, Энди Ворхол что-то подобное делал, но прям, да, ретро-вейв чувствуется. Конечно. Найк или Найки, как правильно произносится, вот такая галочка их классическая. Ну, так все, если честно. Ну, Найки и Найки. Полароид прикольный, но Полароид прикольный даже не потому, что ЛГБТ-подсветка у него здесь происходит в круге, как и у Нетфликса далее, а просто как-то, не знаю, подходит Полароиду. Вот такое, если сейчас сделать Полароиду, я прям, можно использовать. Такое можно прям футболку уже сейчас носить. Да, да. Светлую футболку с таким вот логотипом. Адидас. Мне тоже нравится Адидас. Не знаю, он какой-то из-за того, что в нем все как-то лаконично, он какой-то тоже вот такой, прям на штаны тоже хочется, чтобы он был с этим немецким флагом еще. Я только сейчас узнал, что Адидас это немецкая компания. Ну, вот. Тем не менее. Значит, прикольно. Мне нравится Адидас. Плюс еще и три полоски. Понял? Тут все смыслом. Сразу все, да. Pizza Hut, ну, так все. Мне не нравится, когда сливается вот так буква, если честно. А зачем главное? Ну, то есть, понятно, что типа под ретро, но просто это как-то не очень. Если бы они сделали просто вырезы в том же стиле, то, мне кажется, не проиграл бы этот логотип. Windows 95, ну, что-то не знаю. Я посмотрел на него. Ну, как бы идея, я схватил прикол в чем? Вот этот вот, с этой вот тенькой, с этим шлейфом, как в 95-й винде у логотипа. Чуть не знаю. Я тоже словил, и самое тупое, что я даже и не сразу понял, что это винда. Я прям вглядывался. То есть, не очень читабельно, из-за этого, наверное, плохо. Кодек, такое чувство, что кодек, это тот самый логотип, который у них и был. Он просто взял такой, скопирует, и, короче, вдруг никто не заметит. Да, 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 я так же подумал. Пирелли, это вроде как что? Это шины? Шмотки, по-моему. Не знаю. Вот, короче, Пирелли... Пирготти это шмотки, а Пирелли это китайский химический гигант, пятый в мире производитель автомобильных шин, ты был прав. Да. Короче говоря, ну не знаю, но Пирелли, я просто не очень знаю их логотипы. мы не в теме. Нетфликс, мне не очень понравился. Я понял, рофл про ЛГБТ, опять же, флаг, но, или это не рофл, но просто у Нетфликса сейчас нет в логотипе опять же этих цветов. Н красный и все, да. Да, но мне шрифт не понравился. Я понял понт, но он не читабельный и он слишком разнобойственный. Он спойсинвейдерный немного. Какой-то он, что-то мне не очень понравилось, короче, я не оценил. Хотя, вроде как, прикол понятен. Кока-кола. Блин, нравится, как написано Кока-кола, честно. То есть, мне нравится именно вот эти вот как бы часиковые буквы. В них что-то есть, мне кажется, в Советском Союзе на какой-то там этой, на каких-нибудь холодильниках так писали, Юрюзань какая-то, знаешь, ловится чуть-чуть. Полюс какой-нибудь. Да, 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 вот что-то есть в этом, но сама, вот язычок красный, я бы не сказал, что Кока-коловый. Ну, так можно хоть чуть-чуть. Он вообще не узнается, как Кока-кола. Я до сих пор не понимаю. Надо линию белую было внутри, которая пополам этот язычок делит? Да, да. Тогда было бы норм. Ну, видишь, ты уже лучше, чем Рафаэль Сера. Уже в Португалии. PlayStation. Ну, PlayStation прикольный, конечно, с одной стороны, просто потому что это PlayStation, как минимум. Но, с другой стороны, что-то вот это вот очко красное, которое здесь изображено, оно меня что-то смущает. Не знаю, как-то, не знаю, не ловится. Вот если не написать PlayStation, не прочитать. Да просто у PlayStation, если взять PlayStation 1, вот этот кубический логотип, который, знаешь, был, ну, ты помнишь. Ну, ну. Он и то, во-первых, более ретровый, потому что кубизм. Да. А во-вторых, более узнаваемый. То есть тут тоже пришлось подумать, и это уже плохо. Ну, да. Инстаграм, инстаграм более-менее. Я бы сказал на четверочку, может быть, на четверочку с минусом, но хотя бы так ничего. Оно прикольно, что, во-первых, оно опять же очко, вот это вот инстаграмовое, смотрит на тебя. Это прикольно, передает как бы камеру инстаграмовую. А шрифт мне тоже, ну, как бы, он вроде не очень читабельный, но с прикольчиками. Мне нравится, что здесь и G так прикольно оформлено с точечками, с какими-то прикольчиками, с вот этими полосочками. Как-то это тоже так ретровейвово. Более-менее прикольно. Тоже можно футболку носить, как Polaroid. Можно. Да-да-да. Это с одной стороны Polaroid, с другой стороны Instagram. Как тебе вообще идея обвинтаживания логотипов? Может быть, наш логотип? Или у нас и так обвинтажено? Не, у нас... Понимаешь, нашему логотипу, опять же, добавь угловатости и добавь вот этих цветовых гамм, выцветших. И можно прям конфетку сделать. Кам-фетку еще можно сделать. Но это сделать надо. Поэтому... Поэтому вряд ли получится. Но идея офигенная. Ты меня спросил, как мне идея? Идея офигенная. Реализация... Ну, блин, вот я сейчас заново окинул все взглядом. И вот то, что мы с тобой как прокомментировали, прокомментировали, ты когда вот первый раз комментировали, простите, из-за автологии, все правильно мы с тобой сказали. Ну, вот только что я, например, сейчас на Windows 95 другими глазами посмотрю, мне уже все-таки больше понравилось. Может быть, если сейчас так еще несколько раз посмотреть, еще больше понравится. Но хотя бы я как-то филинг словил. 95-й винды, как-то прям прикольно, здорово, классно. А остальное... Ну, вот да, кодек реально как будто ничего не меняли. Икея офигенна. Polaroid тоже классно, а все остальное как-то непонятно. Да. Хорошо, пойдем дальше. У нас снова наша любимая тема про Patreon. patreon.com.slash.webdesign Пожалуйста, подписывайтесь хотя бы за 1 доллар, либо за сколько вас устроят. Для чего это сделать? Для того, чтобы, во-первых, поддержать нас и нам добавить какой-то мотивации, какой-то радости и чего-то такого, когда мы знаем, сколько людей, ну, реально, реально балдеет с нас прям вот так, чтобы прям даже не полениться и достать карточку и ввести свои данные, скажем так. Вот. А с другой стороны, вы получите пришел замечательно, абсолютно другой контент, собственно, абсолютно другой подкаст, в котором вообще нет никакого IT практически. Ну, хотя сегодня даже у нас была такая тема, которую можно было бы в подкаст включить, но, тем не менее, там обычно очень легкое такое непринужденное общение, just chatting, я бы сказал, происходит. Тоже по часу мы записываем, поэтому приходите, подходите. patreon.com.slash.webdesign посмотрите, может быть, вам и понравится. Не знаю, да, что добавить, просто хотите, если нас поддержать, это неплохой способ, потому что всего 18% в комиссии берет Patreon. Boosty, правда, берет вообще всего 7%, но, блин, с ним как-то что-то не это, он просто не открывается в других странах, дружелюбных нам, поэтому ай-яй-яй. Да. Пойдем к следующей, к следующей теме про баги. Мне такое нравится, я сам, если честно, эту тему еще прочитал до того, как к подкасту готовится, и это тема про то, что двери отстой, а это цитата, собственно, Тома Форсайта, разработчика из Valve, он, когда они делали Half-Life 2, оказывается, не то, чтобы не заметил, но просто даже не мог подумать о том, что когда они Half-Life 2, Half-Life 2 переделают на VR-версию, у них будет вообще критический баг, который практически, ну, из-за того, что он появляется, невозможно пройти игру дальше, причем появляется в самом начале игры. Короче говоря, была какая тема, они начали делать VR-версию игры, сделали все, короче, он пошел проверять, играть, пройти всю игру заново, ну, что нет, просто зашел в свою игру поиграть, вот, и дошел до момента, когда переодетый в вот этого ФСОшника, ГРОшника, как его, переодетый там дружелюбный персонаж должен тебе открыть дверь. В комбайне, Барни, да, или не Барни, как его там. Что-то типа Барни, действительно, я что-то уже забыл. Просто Барни был в первом еще в Fallout, в первом Half-Life, и по нему целый, типа, то ли Half-Life Blue Shift, то ли Opposing Force, целый, она вся про Барни. Вот, если он еще и во второй части, то это как-то прям круто. Вот, он там есть, да, и, короче, он тебе, под маской охранника, открывает дверь, и ты как бы должен пройти в нее. То есть там было так завязано, что только он может открыть дверь. И, значит, короче, VR-версия, заходит он, и Барни, короче, открывает дверь, и через секунду она захлапывается обратно. И он такой думает, так, это что? Пробует сам открыть, естественно, дверь не открывается, потому что скрипт в том, что Барни открывает дверь, твою мать. Он такой, блин, а что делать-то? Почему так? Пошел искать в коде, ничего не нашел, все нормально, все, все, смотрит в Half-Life 2 в самой, все нормально. Посмотрел везде, все хорошо. Как раньше-то работало, а сейчас не работает. Что произошло? Откатили версию, сделали только ванильный VR без всяких накруточек, понтовости, то есть чистый Half-Life 2, но в VR, как бы по сути. Смотрит, снова не работает. Твою-то, как это работало-то раньше, он не понимает. Оказалось, что именно у Farsightage уже свежий компилятор кода. А то, когда они выпускали игру со старым компилятором, и у них из-за того, что там очень модная физика, вообще, кто помнит Half-Life 2, в ней много всяких приколов было, но я не скажу, что багов, но были такие вещи, как отключался искусственный интеллект, там и так далее. Там была такая замудренная игра, но она все еще, вы знаете, считается топ, топов за топ, и вообще Half-Life 2, мы сами все еще молятся на нее. И поэтому она такая комплексная, сложная, и там физика, и в том числе двери подчинялись именно физическим законам, а не скриптовым. То есть, в играх двери, я так понимаю, открываются в основном, в большей части, как бы по скрипту, а здесь, как бы по скрипту, открытие двери происходит, и, как бы, фиксирование ее, но сама дверь весит, и сама, у самой двери есть, как бы, физика. И, соответственно, короче, там была какая тема. Вообще, за дверью, около двери, стоял другой охранник. И раньше, когда при старом компиляторе, эта дверь, видимо, весила больше, по физике, по той. И она, как бы, чуть-чуть отталкивала того охранника, который был, и, как бы, фиксировалась уже скриптом, как бы, за стену прилеплялась. Вот. Но, в новом компиляторе, у Форсайтыча, короче, видимо, дверь меньше весила, и она никак не могла оттолкнуть этого охранника, и она просто обратно защелкивалась и закрывалась. Ну, смотри, то есть изначально был баг, что охранник слишком близко стоял. Но его, как бы, не заметили, потому что дверь была достаточно тяжелой, чтобы его подвинуть. Понятно. Да, то есть по физону, короче, стало по-другому это происходить. По сути, в их вселенной Half-Life изменилась, по сути, физика. Вот. И, короче, вот так вот произошло. И потом, когда они нашли, они, конечно, охраняли. Но, на самом деле, вся остальная игра работала нормально, потому что больше нигде тебе дверь не открывали, и ты мог открывать их сам. И там было все нормально, они открывались, как бы, видимо, нигде охранники не стояли, которые отталкивали. Вот. Но именно в этом моменте, конечно, был баг непроходимый. Вот такой прикол. Как тебе? Мне все понравилось. Во-первых, мне понравилось то, что они пытались сделать Half-Life 2 VR. Так. То есть, грубо говоря, ну и тут в комментариях написали, что, видимо, после этого они не отказались это доделывать. Потому что, да. Во-вторых, я сразу вспомнил этот... А что же я вспомнил? Я вспомнил и забыл. Что-то тоже из старых игр какой-то момент... А, вспомнил. То, что на новых процах, когда играешь, например, в тот же Fallout, то ты, когда перемещаешься между городами, то там перемещение, оно, короче, от частоты процессора зависело. И ты сейчас на современных перемещаешься просто вот так за полсекунды вообще. А должен был именно долго идти, смотреть. И от этого зависело количество случайных встреч. То есть, количество случайных встреч, оно не на километр рассчитывалось, а на единицу времени. Да, да, да. Типа там раз в несколько секунд срабатывало. И тут из-за того, что ты супербыстро он перелетает, ничего не встречается практически. Это прям, ну, сейчас, понятно, есть 100 миллиардов фиксов, чтобы там замедлялось. Это как мы с тобой в GTA замедляли проц и на одно ядро вешали, чтобы мы могли пройти просто хреновину. И делали ограничитель в 30 FPS тоже, чтобы можно было хотя бы что-то пройти, потому что иначе уже, ну, вот это, мне напомнило примерно вот, собственно, эту же историю. Это, конечно, смешно, что такие артефакты вылазят. Но тут дело не в том, что это старая игра, а в том, что просто изначально был баг, что там стоял охранник и его отталкивало, а тут перестало отталкивать, потому что на другие инструкции по этому, по высчету перешли. Это, конечно, смешно. Ну, прикольно. Хорошо, пойдем дальше. Моя статья про программирование это скучная магия. Нам на Daily Coding скинули в патроновском чатике темку, уже сам Костик, не его друг. И тут, конечно, в конце есть ссылка на Хабр, но я в любом случае уже здесь, кстати, ссылки нет. Ссылка просто на главную Хабра. Смешно. Мне понравилась темка. Ее вот просто на самом деле потратьте время и прочитайте ее просто от начала до конца. Я не буду сейчас художественное чтение устраивать. В чем суть? В том суть, что оказывается, я вот не знал, карточные трюки, вся их сложность, она в подготовлении, что есть какой-то карточный трюк с доставанием карты из чая, из коробок чая, из пакетиков. Оказывается, реально там, ну, на выбор предлагают, типа, вот вытащи пакетик, там будет та карта, которую ты загадал. И, короче говоря, так получается, что перед этим чуваки там чуть ли не неделями взрывают все чайные коробки, в пакетики засовывают везде одну и ту же карту, потом это запаковывает все обратно, а при выборе карты подталкивают тебя, чтобы ты выбрал именно там четверку крестей, потому что во всех пакетиках уже четверки крестей разложены. И так, короче, получается, что, но никто не верит, что может быть такое, что кто-то сидел и неделю целую засовывал в каждый пакетик четверку крестей. Во-первых, купил столько четверок крестей, во-вторых, это все засовывал. И получается, что фокус работает только потому, что люди не верят, что кто-то настолько заморочился, чтобы это сделать. Вот. И здесь, собственно, ну, также рассказывают про другие фокусы, про перегородки там тараканов и так далее. Там целый видос есть. Я не стал смотреть. Фу, тараканы. Вот. Но там именно то же, что учили там тараканов ходить как-то там, перегородки. Оказывается, пенопласт это один из немногих материалов, по которому тараканы не могут ползать. Поэтому именно из пенопласта там сделали какие-то перегородки, чтобы они не могли переходить. То есть, к вопросу о том, что там показ фокуса занимает там две минуты, а при подготовлении к нему два месяца. Так. Из-за того, что, ну, ни у кого не укладывается в голове, что кто-то ради двух минут будет вот два месяца делать, люди верят в фокус. Хотя по факту это просто кропотливый труд. Соответственно, то же самое с программированием. Мало кто понимает, что программирование это просто супер кропотливый труд. И, ну, большинство, ну, как бы, для многих программирование это магия. Но магия не потому, что они, ну, как бы, это невозможно сделать, а потому, что никто не верит, что кто-то будет сидеть и там 10 тысяч строк писать там какого-то кода, который потом в Google или в Facebook превратится. То есть, большинство людей сдается и не учит там или не делает. Я, на самом деле, могу то же самое сказать с музыкой, с каким-то владением музыкальным инструментом. Это тоже супернудные хреновины, которые просто надо сидеть и делать. Так же и со спортом. Все думают, что невозможно прыгнуть там в высоту на 2 метра, хотя просто, ну, надо сидеть и 20 лет этим заниматься. Понятно, есть там допинги, есть природные данные, но если мы это все отринем, то по факту это очень кропотливый просто труд. То же самое с программированием. И здесь, собственно, здесь привели пример. Какой-то чувак пришел в команду, который поддерживал утопавшую в багах систему. У них было что-то около 2000 открытых баг-репортов, и у багов не было меток категории и приоритетов. Поэтому команда не могла прийти к договоренности о том, какие проблемы устранять первым делом. В результате, по сути, они выбирали баги случайным образом, не могли, из-за того, что случайным образом, я думаю, ты-то сам понимаешь, медленнее это происходит, чем если просто отсортировать, сначала какие-то глобальные починить, а глобальных, может быть, какие-то менее глобальные починиться сами собой уже, просто потому, что исправили какую-то критическую ошибку. Ну и, короче, так размотать проще. Ну и чувак пишет, что по факту, я просто на несколько недель засел в кабинет, распечатал все баги на листочках, на эти листочки стикеры клеил, там типа красный, желтый, подписывал, это все каталогизировал. Когда это все рассортировал, я это все внес теперь в систему уже. И, говорит, мы раскидали там типа за месяц все баги, которые не могли за несколько лет раскидать, просто из-за того, что я их каталогизировал, все поняли, что этих можно сразу 10 взять, там, знаешь, баги с опечатками. Их все с копом взяли, поправили, за один коммит запушили просто и все. И так как бы со всем. И, говорит, ну, казалось, что это невозможно, хотя это не невозможно. Это просто надо было сесть и несколько недель делать муторное говно. Вот. И в программировании так во всем. Собственно, я в пришел и тебе уже сделал превью этой темки и рассказал, что в Вовке то же самое. Что как бы кто-то думает, невозможно там взять слава рейдеру, там того-то там, просто потому, что, ну, на самом деле, надо было в течение трех-четырех месяцев три раза в неделю рейдить, пробовать пытаться делать, понять тактики, сработаться командой, просто пойти и сделать. Ничего сверхъестественного в этом нет. Так же и в программировании. Поэтому вот так вот. Прикольно. На самом деле, можно так не только про программирование сказать, как ты сказал, опять же. То есть, очень много всего, что не такое веселое на самом деле. То есть, и это действительно скучная магия. Выполоть весь огород там. Ну, вообще, все, что с садоводством касается, это тоже супердолгая, нудная, но по факту просто работа надо взять и сделать. Поэтому... Да, да. Следующая темка про Red Bull. Нужна ли она нам в этом подкасте? Может быть, мы ее на следующий перенесем? А сейчас спокойненько назовем патронов и обсудим это. Это правильное решение, но я обязательно ее перенесу, потому что темка охренительная. Я открыл ее и, думаю, там на целый подкаст, короче. Ну, кстати, да, это правильное административное решение перенести ее, потому что почему бы и нет. Давай пока я назову патронов и возложу им все почести, которые вообще можно возложить. Давай, возложим. Короче, снова по пледжу отсортирую. Можно было по карантиру, и тогда бы у нас не попал чувак, который за год занес. Но все равно по пледжу давай. Поехали. Спасибо, чуваки, всем, кто заносит, естественно. FX Duke, он на самом деле пришел маньяк 22 долларовый, но спасибо за год. Да, спасибо. Это надо отдельно отмечать. Не побоялся, в наше нестабильное время заморозил такую сумму прям сразу за год. Это достойно отдельного упоминания. Спасибо. А теперь штурман 20-долларовый Никита Ларк. Спасибо большое. От души вообще. Теперь почетные космонавты. Анор Благимбаев 10-ти баксовый, Бэт Кэт, Дмитрий Скрипкин, Графа Балмасов, Кеша Пуделев, Константин Мудрюк, Олег Лемешко, Петр Гульчук, Игорь Катив Продакшн, Илья Капустин, Паша Мое Почтение, Артур Сабиров. Спасибо. Пятидолларовые космонавты. Юджин Скакун, Владимир Анохин, Алекс Ефремо, Андрей Чиг, Антон Потапенко, Эдуард Мисков, Эльмира Халилова, Игорь Ли, Айрон Вулф, Иван Мерзавцев, Иван Ксоксо, Кристина Кхалитова, Максим Н. Улфейс, Миша Хохлов, Петр Гаврилов, Трофим, Владимир Ливандовский, What is love, Я веб, Геннадий Хатавицкий, Илья Смагин. Спасибо всем, кто заносит. Попробуйте, посмотрите, если вы еще не знаете, что такое Patreon, зайдите на patreon.com.com и можете занести от одного бакса и наслаждаться нашим пришоу. Вот. Давай к обоечке, да, пойдем? Давай пойдем. Так, что я вижу на обоечке сначала? У тебя наверняка есть какая-то домашняя заготовка, но я сейчас попробую, я не думал, попробую сориентироваться как бы в прямом эфире, прайм-тайм. Короче, на обойке я вижу взгляд из какой-то комнаты с очень большими панорамными окнами, классными, выходящими на какие-то прерии и дорогу. В самой комнате находится стол шахматный, специально для шахмата, там разлинована шахматная доска на нем, два стула олдскульных с такими подлокотниками очень прикольными, квадратными. Рядом еще какой-то стол, скорее уже такой более обеденный, и вроде как что-то типа холодильника с цветком. Это все внутри, вот, и с шикарным видом на ну, на классную природу, какую-то такую, можно сказать, я не знаю даже где она, такая где-нибудь в Южной Америке. Да, в Ю-Мексико, опять же, в нашем любимом, скорее всего. Да, конечно. Где наш подкаст? Скажи, спросишь ты меня, да? Да, обычно я спрашиваю такое. Наш подкаст, это, я уверен, это точно, точно, королева, королева, тех, короче, шахмат, которые победят, вот, той команды. Красиво. Она, она, во-первых, она, во-первых, как наш подкаст, может ходить и по диагонали, и по строкам, соответственно, может кому угодно шахи объявлять, маты, и вообще незаменимые абсолютно маты, у нас, конечно, здесь не используются в подкасте, но знаете, что могут объявляться, и, короче, вообще незаменимая фигура, вот. А я тебе больше скажу, раньше, раньше, может быть, когда давно, лет семь назад, наш подкаст был пешкой еще, но он дошел до последней, до последней, значит, строки, там, к врагу прям зашел в стан. Ну, да, может быть и последняя. Последняя по мощности. По мощности, да. Вот. И стал, собственно, королевой. Это круто. Неплохо. В моей заготовке наш подкаст это грязь на левом окне, потому что она вроде вам мешает как бы смотреть, что происходит в жизни, но иногда важно сфокусировать зрение, отвлечься от вот этой мирской суеты и поразглядывать узоры грязи. Просто попробуйте когда-нибудь. Узоры грязи на самом деле в себе таят тоже много всякого интересного, они с помощью каких-то там капелек и так далее сформировались вот именно такими, какими есть. Вообще надо находить красоту в тех деталях, которые нас окружают, в том числе даже в узорах грязи на окне. Вот наш подкаст это ровно такая деталь, которая вам вас должна оторвать от мирской суеты и как-то заставить словить дзен и задуматься. Даже если у вас настолько прекрасный вид на прерии в Нью-Мексико и если даже у вас возможность есть в шахматы здесь поиграть, но все равно просто сядьте, сфокусируйтесь и посмотрите. На самом деле то же самое, что узоры зимой замороженные, но вот только не замороженные. Отлично. Мне очень понравилась заготовка. Все классно. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саня, за подкаст. Да и тебе, Никита, спасибо. И всем спасибо, кто смотрел, слушал. Вы делаете этот подкаст. Он существует только потому, что вы свои 1300 просмотров каждый раз на Ютюбе у нас накручиваете. Накручиваете, да. Хотел слово сказать, не могу уже, вспомните. Материализуете. Вот, вспомнил 1300 просмотров. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, слушайте нас где-нибудь еще в других местах, кроме Ютюба. Мы как бы... Ютюб для нас основной, но не единственный. Давайте увидимся через когда-нибудь. Да. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...